Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы приветствуем всех на телеканале Беларусь4 и предлагаем этот вечер провести вместе с нами в эфире шоу «Добрый вечер, Гомель!» Эмоции сопровождают нас повсюду. Более того, в разное время года, в разном возрасте существуют свои доминирующие эмоции. В переводе с латинского «эмоции» можно перевести как «потрясение», «волнение». Но, к сожалению, как и многие психологические явления, эмоции мало изучены. Ну вот, а наш сегодняшний гость знает про эмоции все и даже чуть больше. Эмоции – новая цирковая программа, которая не оставит никого равнодушным. Ну а появление этого артиста, будь то на арене цирка, телеэкране или просто в людном месте, всегда вызывает положительные эмоции и неподдельный интерес. Сегодня в нашей студии встречаем Аскольда Запашного. Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер» на телеканале «Беларусь4, Гомель». Мы продолжаем. В гостях у нас представитель, пожалуй, самой известной цирковой династии – народный артист России. Более того, его имя занесено в книгу рекордов Гиннеса. Самый известный представитель из «Братьев в цирковой истории» – Аскольд Запашный. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение, как проводите этот вечер? Отлично. Я успел уже и порепетировать, успел, в общем сказать, сделать все свои дела и с удовольствием пришел к вам. Вот сразу, наверное, не только у меня, но и у всех нас вопрос – а почему один где старший? Ну, я не знаю. Он, в общем, в какой-то последний момент времени сказал, что просто не может, потому что у него какие-то появились очень важные дела, извинился и, в общем, попросил меня за двоих просуществовать. Так что я буду отдуваться и, надеюсь, не разочарую. Обещайте, в начале беседы честно отвечать на все вопросы, даже самые камерзные. Кладя, как говорится, руку на Библию. На эту стеклянную столешницу. Не первый раз вас встречает гомельская публика, соответственно, как и вы ее. Вот скажите честно, какое впечатление на вас гомельчане произвели? Ну, наверное, один из самых притягательных моментов в городе Гомель – это гомельская публика. Потому что все цирковые артисты, которые ездят с гастролями, они ездят, конечно, достаточно продолжительный период времени и оценивают город, в первую очередь, по публике. Потому что для нас это самое главное, самое важное – то, каким образом принимает нас город. И по публике мы как раз вот и оцениваем этот самый прием. Но гомельская вообще, надо сказать, белорусская публика – одна из самых доброжелательных, располагающих и честных. Это очень важный момент. Вот вы начали с честности, и я хочу тоже сказать. Почему? Потому что для циркового артиста, который делает какие-то серьезные достижения в жизни, рискует своей жизнью, в общем, делает разные совершенно трюки, которые можно градировать по уровню сложности, очень важно, чтобы публика в этих трюках разбиралась и оценивала по достоинству тот труд, который ты, в общем, затратил для достижения. И мы такую публику называем цирковой. То есть публика, которая понимает и разбирается в цирке. О трюках и о том, насколько это опасно, как вы уже сказали, мы поговорим немножко позже. Все-таки раз вы здесь и сейчас на нашем шоу «Добрый вечер! Гомель» в городе. Гомель, кстати, втором по величине в Беларуси. Ну, как говорится, Минск первый, но и Гомель тоже не второй. Но все-таки, наверное, за месяц вашего пребывания здесь уже успели познакомиться с городом. Да. Какие у вас впечатления? Там где-то в соцсетях появляются какие-то снимки, фотографии, комментарии. Мы, кстати, следим за вами через соцсети. Мы как журналисты, прессы. Вот, пожалуйста. Да. А сколько пошло в Гомель? Поделитесь вашими впечатлениями о городе Гомель. Это я занимаюсь... В первую очередь я пошел со своими друзьями, с членами коллектива. Да, да. Вот я пытаюсь засунуть голову в пасть тигров при первой же возможности. Слушай, фитнес-клубе нас тоже нашел. Да. На самом деле у нас в коллективе много людей, которые физически занимаются и следят за своим телом. И поэтому, конечно, посещение фитнес-клуба было приоритетным. Вот пока первая фотография, где мы видим вас тренирующимся. А вообще нормально дают тренироваться ваш приход? Ну вот вы видите, вот примерно так и тренируют. Но это одни из самых приятных моментов тренировки, потому что вот Жанночка тренер, да. И, конечно, когда красивые девчонки, надо отдать должное, кстати говоря, связывая два вопроса воедино. Как мне нравится Гомель. В Гомеле очень красивые женщины. Это факт. Спасибо. Это очередное подтверждение тому, по факту. Да, но это правда. И когда мы пришли в зал, в общем, договорились о посещении и, в общем, начали заниматься. И, конечно же, окружение вот это вот очень стимулирует. Когда приходят красивые девчонки в хорошей форме, тем более вообще в принципе видные и красивые. И это как-то радует и хочется заниматься. Но кроме этого, конечно же, мы не только ограничиваемся работой в цирке, хотя она занимает львиную долю времени нашего. Я успел сходить в ваш парк. Была легкая ностальгия, потому что я даже покатался на вот этих детских машинках, когда нужно ударяться бампером друг в друга. Кто-нибудь это снимал? Ну, там были товарищи, которые меня узнали. Я стараюсь маскироваться, когда выхожу в город, хотя в последнее время уже, в общем, какая-то кепка не помогает. Я ее раньше называл «шапка-невидимка», потому что в кепке люди меньше обращают внимания. Лучше уже махнуть рукой. Узнали, так узнали. Ну да. Ну, в общем, даже если бы снимали, не знаю. Мне кажется, что это ребячество, наверное, да, даже во взрослом возрасте, оно и делает нас людьми. И мне очень нравится, что есть возможность просто вот так вот подурачиться, потому что в крупных городах как-то вот я уже вижу другие совсем аттракционы, а вот таких ностальгирующих вещей уже не найдешь. И причем, заметьте, у нас они в хорошем качестве. Да. И состояние. У вас надо заметить, я абсолютно не хочу какими-то рассыпаться реверансами в ваш город, просто потому что я здесь нахожусь, потому что езжу по всем городам России, езжу по всем городам мира, в общем, был уже в бесконечном количестве различных мест. Гомель очень чистенький город, город очень аккуратненький, и еще одно достоинство неиспорченные люди во многом. Конечно, жители города со мной захотят поспорить там на разные темы, но как человек, который может сделать свою оценку в качестве гостя, это вот как бы моя такая вот оценка критерий. В общем, могу сделать вывод, что у Аскольда только положительные эмоции от города. Ну, я вот еще уточню, а вы же не первый раз в Гомеле с нами разговаривали и говорили, что были еще и несколько. Да, да, были, ну, разные эмоции, вы знаете, что, ну, не знаю, насколько это для меня не было, сильно негативной эмоцией, но подпортило чуть впечатление. Мы были в одном из ресторанов ваших, в котором был прекрасный вечер, была прекрасная аудитория, и закончился вечер такой довольно массивной дракой. Какая классика жанра. Да, но тем не менее, надо отдать должное, что, ну, опять же, управленцы клубом, не знаю, как выше руководства, там, наверное, их просто не было в тот момент, но управленцы, они сделали все для того, чтобы мы избежали этой драки, нас окружили сразу охранники, сказали, ребят, давайте мы вас выведем, мы сказали, ребят, давайте вы лучше девочкам помогайте, потому что там дам вокруг было очень много, мы справимся, мы ребята крепкие. Но все равно вот это внимание, оно было приятно. То есть как бы вот к гостям и к людям, которые вот пришли к ним как посетители, они очень старались сделать все, чтобы как-то сгладить это. Но, опять же, люди есть люди, это не говорит как-то нехорошо о Гомеле, просто, в общем, заведение вечернее, оно в любом городе мира может, вот, в общем, грешить такими вещами. Но все-таки перейдем к эмоциям. Это название вашего церкового шоу, которое вы представляете сейчас в нашем городе. Какими эмоциями радуете гомельских зрителей? Ну, наверное, самыми сильными. Я не буду говорить самыми радужными, да, потому что у нас есть и такие эмоции, как страх. И это, ну, не знаю, как чувство, эмоция, как страх правильно, как, так сказать, определить, да? Чувство, наверное, да, все-таки? Ну, да. Но, тем не менее, эмоционально как бы люди испытывают страх за артистов, испытывают страх за то, что происходит вокруг них. Но это тоже очень необходимое чувство и эмоция, потому что цирк – это все-таки очень рисковое предприятие. Вот я сейчас попрошу даже режиссеров запустить кусочек, фрагмент выступления в Гомеле на нашу видеостену, чтобы увидеть, что же такое эмоции от братьев Запашных, вот, вариант в Гомеле. Ну, мы стараемся предоставить людям возможность вот испытать весь спектр эмоций, насколько это возможно, сидя в зрительном зале цирка. В первую очередь, конечно, наш основной критерий – это качество, это профессионализм. Поэтому по команде у нас абсолютно суперпрофессиональная команда, за которую нам не просто не стыдно, а гордо. И с этим коллективом мы уже путешествуем в самых разных странах на протяжении многих лет и, в общем, оценены по достоинству практически все артисты, либо заслуженные, либо там народные, либо обладатели каких бы то ни было премий международных, лауреатства, призеры, в общем, участники и так далее, и так далее. То есть, причем многократные, на самых разных международных именно конкурсах, что, в общем, говорит тоже о определенном уровне, определенной планке достижений. Ребята, которых только что показали, клоуны наши, они, к слову, стали сейчас одними из главных героев команды профессиональной фактически, потому что играют в высшие лиги КВНа. Ребята из так называемой группы «Захвата». Ну, я могу про каждого из участников долго рассказывать. И, в общем, сбор вот этой программы – это как раз-таки наши критерии, наши правила. Они нацелены только на то, чтобы зритель, который придет на представление, чтобы он по достоинству оценил и ушел счастливым. То есть, основная задача нас – сделать людей счастливыми, чтобы они после испытания различных эмоций, да, опять же, для чего люди ходят на фильмы ужасов? Казалось бы, да, только могут быть негативные эмоции, а нет. Люди, в общем, где-то испугались, где-то, в общем-то, что-то… Это энергия. Да, и тем не менее ушли счастливыми. Вот, кстати, только что мы видели прыжок верхом на льве. Это, если я не ошибаюсь, тот прыжок, который не внес вас в книгу рекордов Гинза. Вообще, как возникла идея? Ну, вы знаете, у нас есть… Как объяснить льву, что на нем сейчас будут прыгать? Это уже другой вопрос. Давайте я последовательно. Как возникла идея? В общем, сказать, у нас есть так называемая школа. Школа не как заведение, а школа как определенная наука, наверное, и свод определенных правил, которые формировались, если не десятилетиями, то столетиями уже. То есть мы династийные артисты. И, соответственно, как бы наука эта передается из уст в уста, в общем, где-то через литературу, где-то, в общем, сказать, ну, как-то демонстрируется и так далее, и так далее. И формирует определенную базу знаний. Отталкиваясь от этой базы знаний, мы знаем возможности животных, мы знаем возможности людей. И дальше уже, в общем, экспериментируем. Трюк «Прыжок верхом на льве» он был придуман нашим отцом. Мы его просто довели до состояния, наверное, такого перфекционизма. Потому что папа его исполнял на страховке, и поэтому мы, в общем сказать, избавившись от этой страховки, смогли занести этот трюк в книгу рекордов Гиннесса. Как «Самый дальний прыжок верхом на львия». То есть мы превзошли в этом смысле нашего папу, хотя во всем остальном я не могу похвастать. Потому что папа был абсолютно гениальным дрессировщиком. Ну и к вопросу о том, как объяснить. Ну, в общем, на то я и профессионал, дрессировщик, человек, который всю свою жизнь работает с животными, проводит огромное количество времени с животными для того, чтобы понять их психологию, изучить язык животных, в общем, не вербальный, а язык тела, и, в общем, все способы общения с животными, и разработать какие-то, в общем, приемы для того, чтобы можно было этим животным объяснить, и можно было это зафиксировать таким образом, чтобы на каждом представлении показывать. Ну, в общем, дрессура — это психология, это умение общаться невербально и понимать природу животных невербально. И, в общем, это действительно нужно положить целую жизнь. И даже если бы у вас передача была посвящена тому, чтобы я рассказывал, что такое дрессура, какие-то нюансы... Добавляем еще один час в эфире. Вам понадобился не один бы час, поверьте. А, Сколь, если возвращаться к цирковому шоу, к эмоциям, это ведь уже не первое цирковое шоу, что вы взяли за основу, сюжет этого шоу? Есть кукла, есть легенда, есть какие-то шоу, посвященные компьютерным играм и мифам Древней Греции. Я посмотрел шоу «Эмоции» по элементу, из каждого я там обнаружил. Ну, вы знаете, что? Это как раз к вопросу о фундаментальности наших представлений. И если человек делает сальтоморталь, переворот через голову, то, собственно говоря, в разных шоу он может этот сальтоморталь показывать, но совершенно по-разному. То есть все-таки фундамент какой-то определенный остается. Кроме всего остального, конечно, есть и какие-то наиболее понравившиеся зрителям моменты, которые мы оставляем и в других шоу демонстрируем, потому что людям это всегда нравится. То есть тот же прыжок верхом на льве – это наша визитная карточка, и во многих шоу мы его показываем. Но, тем не менее, стараемся делать тематические представления, стараемся делать даже классические представления, к слову, об эмоциях, в другом совершенно антураже для того, чтобы, во-первых, двигаться дальше, для того, чтобы каждый раз, приезжая в города, в какие-то показывать что-то новое. Несмотря на то, что цирк, в принципе, к этому не предрасположен. Насколько, по моим ощущениям, для меня цирк – это всегда были эмоции детства, детской радости. Вы знаете, это, наверное, не самый лучший стереотип о цирке. Почему? Потому что цирк, как очень важное искусство для детства, вот с этим я бы с удовольствием согласился. Но цирк только для детей, я против этого. Почему? Потому что это очень здорово отпугивает публику. И поэтому мы стараемся делать самые разные шоу, пропагандируем разный цирк. Но всегда соблюдаем, как я сказал, критерии качества для того, чтобы пригласить все новых и новых зрителей. Потому что дети растут. Кроме всего остального, работать только для детей неинтересно. То есть дети, которые не понимают сложности трюков, опять же, я об этом уже говорил, это не самая благодарная публика. Хотя дети искренние, конечно, всегда искренние. И они всегда с удовольствием смотрят цирк. Но, тем не менее, интересно все-таки работать больше для взрослых людей. И мы стараемся, в общем, соблюдая какие-то, опять же, правила градаций, зрителям объяснять, на что они приходят, когда, в какой сезон, в какое время. И показываем самые разнообразные шоу. И, к сожалению, в Гомель у нас нет возможности привозить очень крупные проекты. Они слишком дорогостоящие, они просто не окупятся при показе. И мы вообще в основном показываем либо в очень крупных городах, либо только в Москве. Но, тем не менее, если мы говорим об эмоциях, вы спросили, это, наверное, шоу наиболее близкое к так называемому классическому дивертисменту. Есть такое понятие в цирке, когда сборная солянка из номеров склеивается клоунами, в общем сказать, и показывается просто на манеже, без определенной тематики. Мы пошли немножко дальше, и эмоции, они появились у нас в Москве, когда нам захотелось найти новую форму для вот такого классического представления. И решили сделать вот в таком направлении, где каждый номер является отдельным цветом, отдельной эмоцией. И, собственно, клоунада, которая разделяет все эти или соединяет даже, наоборот, эти номера, она также, так сказать, исполняется некими персонажами, которые имеют и философский подтекст. То есть черный и белый цвет, как основные, и у нас черный и белый клоун, в отличие от того, что обычно бывают белые и рыжие, да? И они, в общем сказать, достаточно похожи по своей форме, то есть они не распределяются, как в классической клоунаде. Один хороший и делает все правильно, а второй хулиган там, и, в общем, все ломает и портит. Кроме всего остального, есть еще третий персонаж, который объединяет всех и все. Это девочка, которая является цветным клоуном, в общем, в которой вся гамма цветовая перемешана. И она, в общем сказать, является самой такой вот энергичной, позитивной девчонкой, которая, в общем, привносит в мир черного и белого цвета весь спектр. А вам, в своем москопе, какой нравится цирк? Все-таки тот, который советский, который мы знаем, и, как Александр говорит, с детства, что-то какие-то эмоции навевает, но ведь есть цирк и других континентов. И, кстати, советский цирк, вот эта атмосфера, по-моему, ни у кого больше нету такого. Мы, ну как бывшие страны, вот мы, вот Россия и Беларусь, мы уникальны в этом отношении, то, что касается цирковых программ. Абсолютно. Ну, во-первых, цирк уникален наш тем, что у нас сохранилась система цирков, стационарных зданий, такого количества и такого качества нету нигде до сих пор. Это нужно отдать дань как раз-таки прошлому нашему общему Советскому Союзу. Касательно представлений советских, ну, вы знаете, что я, несмотря на то, что уже сейчас даже не знаю, как себя позиционировать, вроде и молодой, вроде уже и не сильно молодой. Средний возраст у меня какой-то, да, но я, так сказать, человек из двух эпох. Я побывал и в Советском Союзе, я и живу сейчас в современной России, в общем, так сказать, и в современных странах, и Беларуси, и других путешествую. Со временем я просто понял, что всему свое время. Я не люблю тянуть другое время за уши, как, к сожалению, любят у нас и в цирке в нашем, тоже любят, в общем, сказать, постоянно кичить с достижениями Советского Цирка, говорят, а вот тогда было, а вот давайте. Остановись в мгновении, ты прекрасная. Да, но я считаю, что из Советского Цирка нужно взять все самое лучшее и привнести в современный цирк, сделать его соответствующим современному времени, потому что менталитет людей очень сильно меняется, и, в общем, сказать, есть очень много примеров. Да, тот же пример юмора сатиры, которая была актуальна и интересна и смешна в 90-е годы, как резко сейчас стала просто именем нарицательным. То есть шутки от Петросяна и Кривое зеркало, в общем, сказать, уже подходят очень узкой аудитории людей, которые тоже, наверное, в какой-то степени подзависли в прошлом. Скажите, ну а в цирковом искусстве, наверное, год от года, сезон от сезона тоже становится все сложнее и сложнее у зрителя? Абсолютно точно. Ну, наверное, вы знаете, это хороший вызов, интересный вызов. Для профессионалов это не страшно. Для тех людей, которые, в общем сказать, привыкли просто наслаждаться какими-то достижениями прошлого, им будет очень тяжело. И они, конечно же, очень любят как раз-таки то, о чем я говорил только, что возвращать прошлое в настоящее. То есть говорить о том, что все хорошее было там, давайте вернем и сделаем как раньше. Это невозможно сделать. Я считаю, что стилизация под советский цирк, она может быть интересна на протяжении еще столетий, а может быть там и на всю жизнь. Потому что это целая интересная эпоха со своими правилами, со своими, в общем сказать, тем же дизайном. Хотя в то время об этом не было принято говорить, но дизайн был. Дизайн советской эпохи, в общем, очень сформировавшись в такое понятие. Но в цирке, я считаю, что нужно, во-первых, сейчас время выбора. То есть когда человек имеет возможность выбирать то, что ему больше нравится. То есть это та самая интерактивность, связь с каким-то продуктом, действием или еще чего-то. То есть зритель не просто присутствует, он еще и соучаствует. То есть открывается большое количество перформансов, квестов, там, не знаю. Ну вот те шоу, которые предлагает ваш цирк, это и «Куклы из страшной силы» и «Камелот», по-моему. Но там не только весь спектр современных цифровых технологий, но и зритель, ну даже я не скажу, что против своей воли, а специально идет за тем, чтобы стать соучастником этого действия. Да, ну вот именно по этой причине мы и делаем такие представления. Кроме всего остального мы еще и экспериментируем. Мы являемся первопроходцем во многих синтетических жанрах, потому что мы в цирк привносим много того, чего в цирке не было никогда, в принципе. Даже привлекли еще один братский клан, это Сафроновых. Да, и в Сафроновых, да. Ну то есть союзы вот такие, сотрудничество совместно, это тоже в том числе, это, наверное, небольшое новшество, потому что, в общем, интегрировать каких-то людей, которые тоже работают в похожем, если не одинаковом жанре, потому что, по сути, они тоже цирковые люди. Хоть они не работали на манеже, они в основном работают на сцене. Вот это как раз легенда, это вот фрагменты шоу совместно с братьями Сафроновыми. Да, и это был прекрасный опыт, наверное, в большей степени, потому что ребята в России сейчас имеют тоже очень громкое имя, и, в общем, сказать, интересно было соединить два вот таких братских клана и посмотреть, что из этого выйдет. Ну и мне показалось, что зритель по достоинству оценил то, что у нас получилось. Это было очень высокопрофессиональное действие и очень хороший эксперимент. Я просто в следующий раз, когда пересеку, скажем так, границу здания цирка, зайду туда вовнутрь, я буду более серьезно относиться и к этому виду искусства, и, ну, вот даже после всего того, что я только что... Вы знаете, я должен по правочку одну все-таки сказать, что это ни в коем случае не должно отрицать вот то самое детство в цирке и детское восприятие цирка. Наша задача, как людей изнутри цирка, понимающих то, что нужно цирку и то, что нужно зрителям, как раз-таки разграничить и дать возможность людям понять, что цирк это не только для детей, но не исключая детей, понимаете? Потому что многие люди, к сожалению, действуют радикально. То есть они живут вот приблизительно в такой схеме, а потом для того, чтобы объяснить, что цирк это не только для детей, начинают детей из цирка убирать и делают слишком взрослые шоу. То есть это тоже неправильно, потому что должны быть представления исключительно для детей. Но при этом, может быть, это нужно распределять по времени, по определенным сезонам в том числе, понимаете? И зритель должен знать, на что он идет, точно так же, как в кинотеатре. Если вы идете на какой-то фильм, во-первых, есть возрастная рекомендация, возрастной ценз определенный, но при этом, опять же, как бы предназначено для детей, предназначено только для взрослых. Послушайте, ну у вас цирковая профессиональная карьера началась, если не ошибаюсь, в 10 лет. Именно в этом возрасте вы вошли в клетку с хищником в первый раз. Ну, вы знаете, я работаю в самых разных жанрах, известен в основном как дрессировщик хищников. Но это я к чему говорю? К тому, что моя цирковая карьера началась, как только я родился. Вот. И... То есть был обречен уже? Ну, это не хорошее. Вот. Если так, то да. Потому что обречен — это не совсем то слово. Это была судьба. Да, я считаю себя бесконечно счастливым человеком. То, что мне довелось именно в такой семье, именно у такого отца родиться. И то, что он меня сумел влюбить в цирк. Но, конечно, есть разные точки отчета, которые мы в том числе стали называть именно на телевидении, когда нас стали спрашивать в интервью и так далее. Нам пришлось вспоминать. Почему? Потому что в цирке... Как же это все было? Ну да, потому что в цирке, вы знаете, детство абсолютно нормальное. В том числе и мои дочери. Вот, например, они сейчас в данный момент времени работают в Большом Московском цирке уже в качестве главных героинь. То есть я их ввел уже в цирковое представление полноценно. До этого я их в различных эпизодах выводил. И они как бы просто участвовали там. Сейчас они уже главные ответственные героини и работают. И к чему я про них вспоминаю? Они в том числе воспринимают цирк как само собой разумеющееся пространство вокруг них. То есть они в цирке играют, они в цирке растут, они в цирке учатся. И для меня было все то же самое. Но я сейчас, уже как опытный человек в индустрии шоу-бизнеса, если хотите, я стал фиксировать эти точки. Потому что нам с братом, к сожалению, действительно пришлось все это вспоминать. В каком году мы первый раз вошли в клетку? В каком году мы первый раз вошли в клетку без папы? В каком году мы первый раз отработали без папы? В каком году мы отработали на зрителях без папы? В каком году мы вышли в первый эпизод? В каком году мы просто, в принципе, появились перед зрителями, в каком году мы первый раз вообще сконтактировали с каким бы то ни было животным, понимаете? То есть было очень много разных первых разов, которые тоже можно воспринимать как точки отсчета. Но все-таки помните те эмоции, опять-таки возвращаясь к эмоциям, когда вошли первый раз, все-таки хищник. Ну, вот первый раз, который мы зафиксировали для себя, как такой вот вход в клетку, в большую, с большим количеством животных, это как раз было где-то около 10 лет нам с братом. И мы перед своими одноклассниками решили вот так немножко пустить понта. Они пришли на репетицию, попросились и, в общем сказать, мы папе нашептали, папа, может ты нас заведешь. Эмоции я очень хорошо помню, почему? Потому что я тогда очень сильно удивился. Для меня хищники, они всегда были рядом, и хищники дрессированные, они очень хорошо осознают присутствие клетки. То есть если есть решетка, если есть даже тонкая тросовая сетка, они, в общем сказать, понимают, что человека там тяжело поймать. Хотя иногда пытаются, но все равно. В основном спокойно относятся к человеку рядом. Но как только ты пересекаешь вот эту границу, они тут же меняются. И вот еще присутствие ребенка в клетке, потому что для хищника, конечно же, ребенок это легкая добыча. Так же, как и люди с ограниченными возможностями. И, в общем... То есть как бы того момента, что ребенок это человечий детеныш, и что его нужно оберегать? Ой, нет, это нет. Это только в сказках. Это не про них, да? Это только в сказках. Это только в сказках. Да. Это только в сказках. И когда я зашел в клетку, я помню вот эти глаза, эти заинтересованные морды. И, в общем сказать, такое... Мачка, что ты здесь делаешь? Да. И единственная, конечно, преграда, это наш папа, который позволял им все-таки как-то протрезветь. Потому что в противном случае мы были бы просто мгновенной добычей. Но папа был не вместе с вами? С нами, конечно. Ну что вы? А вообще строго ли вас родители воспитывали? Вы знаете что? Мой папа был очень строгим человеком. И я ему за это очень благодарен. Почему? Потому что он был справедливо строгим человеком. Но при этом я считаю, что он нас, наверное, достаточно лояльно воспитывал в сравнении с тем, как он мог бы воспитывать. То есть он был очень строг своим подчиненным. Он был очень строг к работе. Он безумно любил животных. Но, тем не менее, как бы работа для него была всегда святая. И он был очень требовательным. То есть очень хороший руководитель. Но вот в связи с тем, что мы, во-первых, были рождены уже во втором браке. И первым браком у него была дочка. Мне кажется, что он, конечно, мечтал именно о сыновьях. И когда мы у него родились, для него это стало каким-то расслабляющим моментом. То есть он нас не воспитывал так, как надо было бы нас воспитывать еще пожестче. Потому что я помню просто моменты, которые... Мне удивительно, что они нам прощались. То есть как мы баловались, хулиганили. И до какого возраста папа, в общем сказать, не применял к нам строгого циркового воспитания. То есть не сажал он там с раннего возраста на шпагат. И, в общем сказать, не занимались мы какими-то там действительно очень сложными жанрами. Как-то вот, наверное, все-таки имело место быть вот это вот ми-ми-ми там... Но чего-то вы были лишены в детстве? Ну, я так не считаю. Вы понимаете, что если у циркового ребенка спросить, если ему наводящими вопросами подвести, он, наверное, сможет сказать, чего он лишен. Но как взрослый человек, я сейчас понимаю, что если я чего-то и был лишен, то слава Богу. Понимаете, я был лишен, например, какой-то свободы действий в плане, например, бегать абсолютно ничем не обязанным. Не обремененным. Не обремененным во дворе. И поэтому я, например, за всю свою жизнь никогда не курил. Я за всю свою жизнь никогда не был пьяным. И это, наверное, как раз-таки отсутствие дворового воспитания. Хотя были какие-то прецеденты около того, что могло случиться. Но за нами очень внимательно следили, старались, чтобы не попали в плохую компанию. Понимаете, и за это я безумно благодарен. Потому что мне кажется, в какой-то определенный момент времени можно вот уйти совершенно по другой направляющей. Ну хорошо, а успеваемость в школе? Все-таки школу никто не отменял? Я был отличником и закончил школу с красным дипломом. И могу сказать только огромное спасибо за это своим родителям. Как ребенок я помню, что я все это ненавидел. Я ненавидел школу, я не хотел учиться. Кто лучше учился, вы или Эдвард? Ну, вы знаете, по каким-то предметам у брата была лучшая успеваемость. Потому что все-таки я пошел, еще у меня шести лет не было. Нас отдали вообще вместе в один класс. И тем не менее, брат закончил с одной четверкой, а я с красным дипломом. Какие предметы были любимые? Ну, вы знаете что? Мне, наверное, какие-то типа физики предметы были интересны. Рисование, изо, география. То есть математика, да, но как бы без огромного удовольствия. Русский язык ненавидел всю жизнь. Английский язык мне нравился. И вот во взрослом возрасте это очень здорово помогло именно в лечении. Ну, какие-то, знаете, наверное, вот уроки, которые были не слишком навязчивы. Потому что, ну, все мы знаем, да, как там основной язык преподают с особым усердием, с особой углубленностью. А там те же иностранные языки, они больше такие, как сказать, light-версии облегченные. И поэтому, наверное, все-таки школьникам это больше всегда нравится. То есть там нет такой обязательств, там нету таких каких-то копаний в геометрии, в какой-то там математике слишком сложной. Вот как-то так. Ну, вот останавливаясь на школьных годах и на детстве, ну, все-таки тот период, самые популярные имена. Марины, Юры, Коли, Тани, Саши. Тут у ребят в компании образовываются Эдгард и Аскольд. На тот период времени даже Анжела и Вероника были крайне экзотическими именами. Да, я согласен. Как вам в детстве с такими именами приходилось там оправдываться, доказывать что-то или просто закрыть глаза на все? Вы знаете, папа чуть не совершил эксцентричный поступок, он хотел меня вообще октавианом назвать. Вот тогда, наверное, мне было бы сложно, потому что это было бы уже совсем слишком, да, тумач, как говорится. Вот, но мама остановила его, мама в этом смысле была своеобразным балластом, что ли, который уравновешивал папу всегда. И от каких-то чересчур эксцентричных поступков. И вот они разыграли лотерею, Эдгарда как они быстро назвали, а меня, вот, в общем, были варианты Ричард, Октавиан и Аскольд. Аскольд, причем, это был выбор нашей, так сказать, подруги семьи. Вот, и выпал вот, как бы, не тот, не тот, ни папин, ни мамин вариант, хотя я больше хотел бы быть Ричардом. Ну, конечно, львиное сердце, тем более со львами хорошо ладят. Вот, было бы здорово, да. Но суть, как бы, всего заключается в том, что, наверное, это в любом случае был правильный поступок. В первую очередь, потому что это сочетается с отчеством, так или иначе. Потому что простое славянское имя было бы странно, там, Иван Вальтерович, понимаете, и тем более Запашный потом. Нас до сих пор-то люди все время мучают, спрашивают, почему так, и, в общем сказать, почему Запашный, почему Вальтерович, там, и так далее. Я думаю, что здесь есть, в общем сказать, так, тоже предыстория определенная. Почему? Потому что папа все-таки выходит совсем уже из старого цирка. И в определенное время были очень модные псевдонимы. Таким образом, помните, еще в советское время, говорят, фирменная вещь. Да, совершенно верно. Вот. Вот та самая фирма создавалась искусственно. И когда приезжали гастролеры с какими-то именами, и в том числе у нас вроде бы украинская фамилия, Запашный, Запашный, там, не знаю, откуда она точно пошла, но меняли на фамилию Мильтонс. То есть наши родственники работали под фамилией Мильтонс, в частности, мой дед. И это как раз-таки история мне говорит, как человеку, который анализирует все время какие-то истории происходящие, что это тоже определенный подтекст, понимаете. Когда человек рассчитывает на то, что его сын будет, в общем сказать, артистом, и дай бог, известным артистом, у него должно быть какое-то звучащее имя. Зачем ему давать простое имя, которое будет со всеми перекликаться, и кроме этого будет еще и, в общем, требовать потом какой-то замены на псевдоним. То есть отец автоматически подарил еще и хороший бренд? Да, да, да. Но это было, это не только заслуга отца, это как раз-таки уже и папа, и мама вместе. Часто с братом дрались в детстве? Вы знаете, что нет? Как ни странно, нет. А вообще с ребятами в компаниях? Нет, я вообще не был дрочливым человеком, и как-то не довелось мне. Были драки? Было, было много. Вы знаете, были какие-то города и страны, в том числе, где нас проверяли на прочность. Мы приезжали уже, в общем сказать, достаточно на таком юном сознательном возрасте, в какие-то школы, и, в общем, нам устраивали проверку силой, нужно было подраться там, для того, чтобы доказать, что мы пацаны, и что мы вообще как бы имеем право. А потом с нами уже там братались, корешились, если хотите, и, в общем, мы становились своими. В некоторых школах спокойно принимали, но разные случаи были, разные совершенно. Но я могу сказать, что моя жизнь, наверное, в большей степени прошла как-то мимо драк. Ну, это, наверное, сейчас те, кто вызывал, скажем так, мах на мах, как называется, сейчас смотрят по телевизору и говорят, о, видишь, ты мой дружбан, а знаешь, как познакомились, да мы с ним чуть не подрались. Ну да, вы знаете, что были и такие случаи, когда, вспоминая прошлое, приходили наши одноклассники, и вот, в общем, сказать, говорили, а помнишь, вот мы так с тобой даже в том числе дрались. Дорогие друзья, я напоминаю, что этот вечер мы проводим вместе на телеканале «Беларусь-4». А в гостях у нас народный артист России, человек, чье имя внесено в книгу рекордов Гиннесса. Аскольд запашный. Далее в программе поговорим, насколько большая звериная семья у запашных. А также, как найти общий язык и заставить работать артиста, который готов тебя разорвать в полном смысле этого слова. А кроме того, говорим в программе о съемках в кино и вершинах, которые собираются покорять запашные. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Добрый вечер» на телеканале «Беларусь-4». Сегодня у нас в гостях народный артист России, Аскольд Запашный. Мы продолжаем наш разговор. Аскольд, хотелось бы поговорить о звериной семье, которая у вас достаточно немаленькая, я бы сказал, большая. Велика ли семья? Велика. И сейчас в семье поприбавилось, потому что мы с братом три года уже как руководим большим московским цирком, с огромным коллективом, сотни человек и сотни животных, если не тысячи. Если мы говорим о коллективе, который приехал сейчас в Гомель, то у нас, если я не ошибаюсь, сейчас 10 лошадей, 15 хищников, 17 собак, 7 попугаев и так далее. А сколько в день уходит еды на всех? Ух! Это, наверное, не ко мне вопрос. Кстати, это кто вас гоняет? Это Тигр Мартин. К сожалению, уже сейчас его нет в живых. Это один из самых больших любимчиков вообще всех людей, которые, в общем, так или иначе его знали. Потому что он легенда цирка, на самом деле. То есть, можно сказать, уже получеловек, полутигр. Да, да. Это как раз-таки исключение из всех природных правил. Это Тигр, который был просто символом цирка братьев Запашных. Мартюшка умер уже от старости. И это Тигр, который никогда не проявлял агрессии по отношению к людям. В общем, участник огромного количества разных передач, телевизионных шоу, этих сериалов, кинопроектов полнометражных и так далее. То есть, его большинство людей знали в лицо. И была огромная трагедия для нашей армии поклонников и вообще для всех цирковых, когда Мартина не стало. Но вот это такой случай, это исключение? Это исключение из правил. Это исключение из правил. Это невоспитуемое животное. То есть, это не, в общем сказать, какая-то технология, техника, если хотите, воспитание, которое приводит к такому поведению. Это просто, вот, наверное, для Тигра это отклонение от нормы, но тем не менее. То есть, Мартин до определенного возраста жил у моего брата дома. Пока дом не разнес и, в общем, не превратил в клет. Ну, естественно, играться так где-то коту надо было. Ну, да, ну, кот подрос и все. И потом, когда его переселили ко всем животным, если бы вы видели его лицо, это, конечно, было, он был в шоке. Возмущение. И, ребята, вы чего, да. Какая клетка. А вообще, вот, как к вам такие вот кошачьи артисты попадают в цирк? Ну, большинство животных... Вы же заказываете своих выращиваете? Нет, во-первых, есть внегласное правило у дрессировщиков. Животное должно быть не меньше третьего поколения, воспитанное в неволе. Это правило существует для того, чтобы не провоцировать браконьеров на, в общем сказать, отстрел животных и создание некого рынка, в котором большие деньги могли бы крутиться. Кроме всего остального, у нас есть, конечно же, свои какие-то формы, в которых мы существуем, да, и в частности, если у нас рождаются животные, и они нам не нужны, потому что все-таки количество поголовья животных строго ограничено. Все-таки содержать животного, это и экономика, это и помещение, это и средство передвижения, то есть... Но вот то, что касается питания, довольствия суточного, ну, на одного тигра сколько? От 6 до 12 килограмм норма. Бывает больше. Чего угодно? Или какой-то специальный рацион существует? Нет, нет, только определенное мясо. Во-первых, оно должно быть сертифицировано. Это либо говядина, либо конина. Основное их питание. Они вообще не любят свинину. Курятина? Курятина в качестве деликатеса. Курами они не наедаются. И не будут много есть. То есть это что-то типа печенье или конфет для нас. Чипсы. Едят они, да, исключительно мясо. Ну, в общем, про размножение я не договорил. Есть определенные зоопарки, заповедники различные, которые, в общем сказать, размножают специально животных на продажу. Есть наши коллеги, то есть если у кого-то рождаются животные, они потом либо бесплатно отдают, либо продают. В общем, от ситуации зависит. Ну, вот как бы внутри вот всей системы, в которой существуют люди, подобные нам, это либо система зоопарков, заповедников, там каких-то учреждений подобных им, или цирки. Ну, а кого из животных первым в своей жизни вы дрессировали? Что это за животное было? Наверное, собак. Собак? Да. Ну, я до сих пор, наверное, больше всех люблю собак. И у нас всегда дома были собаки. И, в общем сказать, когда я себя еще маленьким даже не помнил, на фотографиях я видел себя с собаками. Вот, и была собачка, которая, она умерла, когда мы еще были совсем маленькие. И я ее даже не помнил. То есть общение проходило вот буквально вот совсем с этой... Папа с мамой нам рассказывали. К сожалению, тогда не было ни видеокамер, ни, в общем, тех смартфонов, которые сейчас можно там любой эпизод жизни быстро заснять. Вот, и нам только рассказывали, как мы у этой собаки висели на ушах, там, и как она нас терпела, и вообще. А потом уже, как бы, с каким-то... По прошествию лет, там, я уже, конечно, помню всех наших собак, которые были у нас в семье, которые были членами нашей семьи, и, в общем, которых я просто безумно всегда любил. Всех своих животных, насколько удалось найти информацию, вы называете не просто именами, а берете чьи-то имена известных, всемирно известных людей. Ну, это касается конкретно хищников. То есть у нас в труппе есть, там, те же попугаи, например, в которых тоже есть мини-система. Девочка называет Лена Бароненко, руководитель этого номера, она называет их в честь писателей. У нас, вот мы с братом придумали такую дурку, чтобы называть их в честь певцов и певиц. Ну, кто у вас из певцов и певиц присутствует? Ну, например, у нас Дитер, это типа Дитер Болин, Мартин это как Рикки Мартин. Ну, в частности, у нас сейчас есть тигр Рики, он, наверное, тоже очень близко к ручному животному, и мы вот как раз-таки в память о Мартине, нашем том тигре, назвали его тоже в честь Рики Мартин, но только по-другому. То есть был Мартином этот Рики. Женская половина артисток, кто удостоился? Жанна, к сожалению, вот сейчас уже покойная Жанна Фриске, в честь нее, с ее согласия называли. Есть Анита, с согласия Аниты Цой называли. По зарубежным артисткам прошлись? Артисткам нет, нет. У нас была тигрица Бритни, мы вынуждены были ее отдать в заповедник, потому что она начала очень серьезно атаковать наших животных, порвала многих тигров, начала охотиться на людей. И, как бы, такая тигрица со странным характером, она была сестрой Жанны. Вот, в честь Бритни была названа. Вот, продолжая звериную тему, все-таки хищники, какие бы они ни были дрессированные и ручные, в каких бы условиях они ни рождались, но все-таки, скажем так, генетика и природа берет свое. Насколько вам и брату нужно быть еще и, скажем так, звериными психологами? Ну, звериными психологами нам надо быть в принципе. Потому что, я сказал, дрессура, вопреки попытке всех этих там людей, которые называют себя зелеными и так далее, разные политические организации, которые навязывают мнение, что дрессура это вот такие кожаные сапоги, хлыст и палка, это, в общем сказать, психология. Понимаете, то есть хлыст и палка нужны только для того, чтобы в какой-то момент времени защищать либо свою жизнь, либо жизнь другого животного. В частности, вот сегодня утром у нас на репетиции была серьезная драка, точнее, это была не драка, а одностороннее нападение. Взрослый лев кинулся на молодого тигра, выбрал момент и кинулся, и мы думали, что очень сильно порвал. И что не поделили? Просто вот захотелось. Просто молодой, в общем, выбрал цель и решил кинуться. И все. У него вообще какая-то такая выработалась тенденция, он напал сначала на другого молодого тигра, на этих охотился, и впервые ему удалось. То есть один раз я предотвратил нападение, а вот сегодня просто не получилось, мы не успели. Но вот пришлось потом его отбивать. Но никто не пострадал? Нет, один тигр пострадал, но, к счастью, я не знаю, под каким богом это все случилось, но пострадал не сильно. Я думал, он ему полноги оторвал, потому что он прям всем весом, как раз тигр прыгали с одной площадки на другую, на достаточно большой высоте, там больше двух метров. И он, когда тигр находился наверху, он разбежался и прыгнул на него сверху. И повис прямо на нем, и, в общем сказать, под своим весом, я думал, что он просто что-нибудь оторвет буквально. То есть эмоций хватает не только на успехе? Вот эти вещи, они, конечно, требуют подготовки, и в этот момент нужно быть тигром, конечно. Здесь нужно уметь и свою жизнь защитить, и жизнь другого животного, который в данный момент времени не может защититься. И, то есть они дерутся регулярно, и, конечно же, нужно быть готовым. Но, тем не менее, это, в первую очередь, психология и предотвращение, понимаете? Потому что мы физически не способны дать им полноценный отпор. Вся суть отражения атаки заключается в том, что животное воспитывается с раннего возраста и знает о том, что человек сильнее. То есть ему легче в маленьком возрасте дать какую-нибудь затрещину, если нужно, понимаете, и напугать его. Показать, кто здесь был. Да, чтобы он понял, что ты главный. Но потом они перерастают человека, они всегда вооружены, они всегда циничны, они всегда убийцы, и они всегда питаются плотью. И, к сожалению, большинство людей не хотят это понимать, поэтому нам приходится между этим каким-то образом тоже существовать. Понимаете? Потому что другой раз даже нужно наказать животное, но мы этого не делаем. Это вот просто возвращаясь к началу нашей беседы, что вы затронули тему опасности профессии. Ну, вот, я думаю, исчерпывающий ответ более чем. Ну, по-моему, да. Тут эмоции заключаются. Он не совсем исчерпывающий, потому что в нашей профессии гибнет огромное количество людей. Если бы рассказывал о случаях гибели моего деда, в частности, и о том, сколько раз на нас с братом нападали, и, в общем сказать, и мама порванная вся, и тогда это было бы, наверное... Но так вот на открытых руках шрамов-то и не видно. Ну, шрамы есть, поверьте. Ну, никогда не возникало желания собраться и уйти после всего вот этого... Вы знаете, что? Странный момент. На самом деле, когда человек чего-то достигает, по большому счету, он ставит перед собой какую-то вот такую точку невозврата. И ты уже понимаешь, во-первых, что если ты себя воспринимаешь мужчиной, то вот эта мужественность, да, она не дает возможности уже в принципе отступать. Это как вот человек, который бросается на дзод там, да, во время войны. То есть он понимает, что он может там в том случае буквально погибнуть, да, а в нашем случае, что можно погибнуть. Но, тем не менее, все равно делает это. Почему? Потому что назад дороги нету. Это раз. Второй момент, наверное, вы знаете, как бы, когда ты уже в принципе существуешь в клетке с хищниками постоянно, или работаешь в жанрах, там, мы с братом канатоходцы. В Москве мы сейчас работали, ну, около 12 или 14 метров высота. Когда ты туда забираешься, поверьте, ладошки мокнут. То есть ты абсолютно не можешь сопротивляться инстинкту самосохранения. И ты в этот момент, да, думаешь, зачем мне все это нужно. Но когда ты уже это делаешь, ты понимаешь, что ты профи. Ты можешь это делать. И именно поэтому зрители приходят на тебя смотреть. Чтобы не просто увидеть, на что способен человек, чтобы восхититься. И когда ты понимаешь, что ты, в частности, уже поменял огромное количество различных судеб. Я могу маленькие там простые примеры привести, когда мы с братом пришли в одну качалку, и к нам подошел взрослый мужчина и говорит, о, братья, да, я из-за вас курить бросил. Понимаете? Ерунда, вроде бы. Но твой пример, он послужил как бы кому-то, и таких бесконечное количество есть простых примеров. Есть сложные, когда я читал письмо от девочки, которая говорит, я хотела покончить жизнь самоубийством на полном серьезе, и, говорит, отвела себе один день, не знала, чем заняться, и для себя, для взрослого человека придумала невзрослый поступок – пойти в цирк. И когда я увидела то, что вы делаете, я поняла, что жить надо, нужно, нужно менять себя, и нельзя быть слабой, и так далее, и так далее. Понимаете? То есть вот такие вещи, они стимулируют. После этого не хочется вообще даже думать о том, что сложность может тебя напугать, что риск для жизни может тебя напугать. И кроме этого тебе становится вообще в принципе интересно. Тебе интересно, уже уповая просто на судьбу, то есть я вот, например, живу такими критериями. Я считаю, что погибнуть можно и без хищников, и хищники – это всего лишь экзотическая смерть. То есть она ничем не лучше. Но я не думаю, что человек, который попадает в какую-то аварию, то он там умирает счастливым. Похожа психология людей и животных? Очень сильно. То есть суть вообще нашего поведения, она также основана на рефлексах, на инстинктах и на каких-то, в общем сказать, действиях, которые, ну, сопровождают какие-то действия, да, есть причина следственной связи. Так вот, конечно же, человек – это ни в коем случае не животное в буквальном смысле этого слова. То есть нельзя взять, провести параллели, потому что нас часто пытаются вот как бы так каверно спросить. Скажите, а кто вот лучше? А с кем вам больше нравится? Я говорю, ну, это очень разные вещи, понимаете? Человек – это человек, животное – это животное. Абсолютно разные уровни интеллекта и так далее. Но природа одна. Ну вот по глазам, глядя в глаза животному, вы можете спрогнозировать, что будет дальше по телодвижениям? Абсолютно. Это один из ключевых моментов. То есть животные не умеют скрывать эмоции? Они умеют, они стараются. Ну, понимаете, что для хищника это основная задача – скрыть свои намерения. Но тем не менее, вот для меня, например, способ охоты хищников, он очень глупый. Ну, в основном. Но тот же тигр, например, он очень долго готовится к нападению. Одни из самых нелюбимых мной животных с точки зрения вот именно вот этих моментов, о которых мы с вами говорим, – это медведи. У них глубоко посаженные глаза, очень темные. И хотя дрессировщики медведей говорят, нет-нет-нет, мы все видим, но медведи, они могут напасть. То есть есть даже один из очень таких популярных в интернете фрагментов, когда дрессировщик медведя привел в студию. И он напал на… И видели, да, то есть момент, когда он решил напасть, он был очень коротким. То есть он сидел абсолютно расслабленный, потом повернулся, в момент принял решение и напал. Тигры так не делают, они дольше обдумывают. Вот я собираюсь напасть, вот у меня хвост начал вот так шевелиться, вот у меня уши заложились, вот я лег, думаю, меня не видно. Ну, в принципе, коты-то, домашние коты, но не тигры, и у них те же самые повадки. Ну, да, у кошачьих очень схожи вот эти вот как раз моменты. Если вы видите вот эту кошку, которая вот готовится вот лапами, она вот лежит, и она думает, что там у нее вся морда торчит, да, но глаза прищурены, она думает, что ее меньше видно. И вот тигры примерно так же. Так же, как цирк и дрессура. Что у вас еще может захватить? Ух, как много всего. Остановимся на каком-нибудь одном сегменте, предлагаю кино. Видите? Потому что это второй по интересам в моей жизни жанр, как бы и искусство. Кино я безумно люблю, я мечтаю снять кино, потому что не только я себя считаю хорошим режиссером, я действительно успешен в этом жанре, мне очень нравится режиссировать. Но это ваши режиссуры, все постановки? Да. Пора бы уже переходить на киноплощадку. Вот я хотел бы об одном из недавних фильмов о Маргарите Назаровой, в котором вы с братом принимали участие. Расскажите. Я исполнял там исключительно, в общем, две роли, которые никак не касались творчества. Я никак не влиял на сюжет, я никак не влиял на съемочный процесс. Мы с братом обеспечивали, в общем сказать, работу животных, контакт животных, безопасность работы актеров без дублеров. И кроме этого была маленькая эпизодическая роль, такая тоже легкая дурка, когда я был в роли оператора, который убегал от тигра во время там эксцесса, случившегося в студии. Кстати, во время съемки этого эпизода на меня напал тигр. И порвала она меня, да. А сами о чем собираетесь снимать кино, если вдруг попадете на съемочную площадку? Вы знаете, что я реалист, и я, в общем сказать, не тешу себя какими-то надеждами и фантазиями, что я вот сейчас какое бы то ни было кино сниму. Я понимаю, что в России, во-первых, снять то кино, которое мне хотелось бы снять, где-то невозможно, а где-то слишком трудно. То есть я бы с удовольствием снял какой-нибудь фэнтези в стиле «Властелина колец». Я люблю эпические вещи, и все проекты, которые мы делаем, у нас там по 130 артистов, вот насколько позволяет экономика и рамки площадки, как бы вот я стараюсь, чтобы это были такие вот ух-проекты. Я очень люблю тот же хоррор, потому что интересно попробовать себя, насколько сейчас при таком обилии кино различного, сделать что-то, что сможет действительно затронуть эмоции. Да, и удивить, и вот попробовать создать атмосферу, которая будет действительно иметь возможность в том числе напугать, я бы с удовольствием хотел. Комедии – спорный вопрос. Не считаю себя специалистом в этом жанре, потому что комедия – это очень специфический жанр. И я знаю, у меня в друзьях, могу гордиться, так сказать, многими фамилиями, людьми, которые известны и в нашей стране, далеко за рубежом, в качестве комедиантов и создателей комедии, там, различных, там, стенд-ап-шоу, телесериалов и так далее. Но я вижу, например, что в одном месте у них хорошо получается, а в большом кино вообще не получается никак. Что, опять же, говорит мне о том, что нужно к этому моменту подходить очень-очень аккуратно. Я не знаю, как это расценивать, или это была утка, или все-таки правда, но прошел слух, что вас с братом собираются переманить в цирк Дю Салей. Ну, это нереально. Цирк Дю Салей, вы знаете, хоть изначально и задумывался, как цирк полноценный, с животными в том числе, как бы, я знаю руководителей, я знакомый с Гилиберте, и, в общем сказать, с представителями российского направления, они рассказывали, как делался и выход специальный большой под слонов и так далее. Просто в какой-то момент времени они поняли, что цирк с животными гораздо сложнее продвигать, и у него много будет проблем, и, в частности, создали в том числе и тренд определенный, и спонсирует многих людей против цирка с животными теперь, для того, чтобы подчистить себе рынок. И они уже укоренились абсолютно в том, что это цирк без животных. На что у вас не хватает времени? На что мне не хватает? Да вы знаете, мне... Ну, сегодня вот визит сюда, лишил вас похода на тренировку в фитнес-клуб, садо, признание. Да, ну, я переживу это, я переживу это. Но, вы знаете, что, времени катастрофически не хватает ни на что. Но это не повод жаловаться, потому что я считаю, что я достаточно много успеваю для человека, который живет, в общем, по правилам природы. У нас с вами, там, 24 часа, потом есть неделя, месяц, год и жизнь, да? И в рамках этого я успеваю все то, что я задумываю. Другое дело, конечно, что у меня планы в громадье и, в общем сказать, есть желание, такие наполеоновские планы реализовать. Очень хочется продвинуть отечественный цирк за рубеж и показать и доказать, что мы можем. Потому что меня очень угнетает ситуация, когда наши с вами соотечественники, в общем сказать, высказываются очень нелицеприятно, а самих себе. Вот у них там, а мы, ну понятно, мы же убогие там, понимаете? То есть вот это меня просто угнетает настолько, что я уверен, убежденный, во многом уже мы доказали, что мы можем и должны. И мне хочется всему миру это доказать, понимаете? Чтобы на нас не смотрели, как на страны третьего мира, там, да, чтобы не воспринимали нас, как вот, в общем, каких-то недочеловеков, недочеловеков, над которыми можно смеяться и потешаться, и которые не могут ничего серьезного сделать и ни в чем не могут конкурировать, понимаете? И когда это вбивается в головы своим людям, мне хочется их привлечь и вокруг создавать профессионалов, и создавать производственные процессы, которые хотя бы в нашей индустрии смогли бы доказать, понимаете? И это требует времени. Я понимаю, что когда у меня уже самого 24 часа не хватает, то уже приходится помощников, чтобы распределять какие-то обязанности. Ну или сделать 48 часов в сутки. Ну, было бы здорово. На ваш взгляд, каким цирк будет завтра? Каким он должен быть? Цирк должен отстоять животных. Обязательно. Мы живем в таком мире сейчас, где, в общем сказать, и политика, и здравый смысл, и циничность, и коммерческая составляющая, все сплетено воедино. И нужно быть рациональным человеком, нужно быть опытным человеком, нужно обрасти связями, нужно иметь влияние, нужно быть профессионалом, и при этом, чтобы у тебя сохранилось на все это время здоровье. И это требует жизни. И, может быть, это и есть смысл нашей жизни, определенная миссия, вот своеобразная такая. И вот это хочется мне делать, мне хочется вот этим заниматься, и объединяет все ваши вопросы, которые, в том числе, вы вот задавали сегодня на протяжении всей передачи. Вот как-то так. А что вы пожелаете нашим зрителям, гомельчанам? Что я пожелаю? Вы знаете что? Я безумно люблю жизнь. Я видел много страшного в жизни, и часто об этом люблю говорить. Видел и смерти, видел и трагедии жизненные, и травмы видел, и так далее. Я понимаю, что грязи в нашей жизни достаточно, потому что сама жизнь по себе сурова. Она вообще не такая сказочная, как нам кажется в детстве. И мне хочется пожелать людям позитива. И хочется пожелать людям, вот я сейчас был на студенческой весне, и я ребятам пожелал. Были, так сказать, люди, которые что-то уже успели достигнуть, там, молодые, перспективные, они вот в глаза смотрят и спрашивают какие-то вопросы, как вам удается, а что вы... Надо просто верить в себя. Вот все в наших силах. Я очень был всегда большим поклонником Майкла Джексона, и у него есть гениальная совершенно песня «Человек в зеркале». Если ты хочешь изменить мир, начни с «Человека в зеркале», однозначно. А еще немножко удачи, потому что кому-то бывает не везет, кто-то рождается с ограниченными возможностями, кто-то их обретает. Вот дай бог, чтобы вот у всех зрителей было счастье, чтобы не было вот этих неудач. Остальное делайте сами и всегда на позитиве. Спасибо огромное за то, что нашли это время в вашем плотном графике провести вместе с нами. Это час прожить вместе с программой «Добрый вечер, Гомель» и вместе со всей Гомельской областью. Спасибо. Я, к сожалению, не приглашаю в цирк, потому что билетов уже нет. Ну, мы надеемся, что будет следующий цирковой сезон. Новая программа от братьев Запашных, которую вы обязательно презентуете в нашем городе. Друзья, народные артисты России, чье имя вписано в книгу рекордов Гиннесса, был сегодня у нас в гостях. Один из братьев одного из самых известнейших цирковых кланов, цирковой династии Аскольд Запашный. Завтра будет новый день, и он обязательно будет добрый. А на сегодня это все. На сегодня это все. Мы говорим вам еще раз «Добрый вечер, Гомель». Смотрите телеканал «Беларусь 4» с нами каждый вечер. Добрый, не забывайте об этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова